Сегодня у нас особая такая дата, которая посвящается нашим женам, матерям, женщинам Библии, уже посвящается слабому полу, потому что сегодня тема такая у нас на служении, тема о семье, больше, конечно же, о наших спутницах. И очень важно говорить о тех, кто чаще всего находится в тени, тени своих мужей, тени своих сыновей, но роль которых тоже не менее значима. Есть такая хорошая пословица, что за каждым драгоценным мужем находится еще более драгоценная жена. Эта пословица на самом деле справедливо подтверждается в истории Библии, что это так, что за каждым драгоценным мужем его тыл обеспечивает еще более драгоценная жена, которая помогает и воспитывает, помогает ему мужу стать таковым, таковым в глазах Божьих, драгоценным. Тема моей проповеди, как так и называется, в тени мужа. И давайте с вами откроем местописание, которое говорит очень хорошо, говорит о женщинах Библии, о тех женщинах Библии, которые Бог хвалит, которых Бог благословляет. Каковы они должны быть? Какие их внутренние качества, которые для Бога весьма ценные, которые Бог призывает исследовать? Это Ветхий Завет, это книга притчи, 31 глава. 31 глава, можно начать, будем читать выборочно, стихи. С первого стиха, слова Лемуила царя, это Солмон, слова Лемуила царя, наставление, которое преподала ему мать его. Очень важный момент, что сын занес наставление, которое мать преподала когда-то ему. Он занес это наставление в книгу Ветхого Завета вошло это наставление. Потому что это наставление было очень ценно в его глазах, и это наставление было ценно в глазах Бога. Потому что Бог тоже контролировал, что должно входить в его Святого Слова. И мать ему дает такое наставление, 10 стих. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверена мне сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей». 26 стих. «Уста своей» до этого стиха описывается, какая она прекрасная хозяйка в доме своего мужа, как она справляется со всем, можно сказать, вообще идеальная супруга. Но описывается очень кратко, так как в некоторых местах описываются ее духовные качества. 26 стих. «Уста своей открывает с мудростью и кротко наставление на языке ее». Очень важный момент, когда стих показывает, что эта жена, описывается в этом месте, 31 глава, вообще самое большее место уделяет описанию жены по сердцу Бога. Здесь указывается, что эта жена знает свое место. Она многого достигает, Бог во всем достигает ее успех, но она знает свое место. «Уста своей» открывает с мудростью и кротко наставление на языке ее. Она знает свое место в семье, она знает, что она замужем. Никакие ее преимущества, никакие успехи, которые Бог ей посылает, не дают ей права наставление давать не кротко, а со властью. Вы знаете, очень часто бывает такая ситуация, когда, к сожалению, бывает, когда, ну как из Пушкина, жена владычица морская, да, а муж у нее на посылках. Здесь написано «Уста своей» открывает с мудростью. То есть она, мудрость – это слово «практическое знание». То есть она открывает с мудростью, зная, как сказать так, чтобы ее наставление было принято. Она знает свое место, положение в семье, знает свою роль, и за эту роль она не выходит. «Уста своей» открывается мудростью и кроткое наставление на языке ее. Мы с вами прекрасно понимаем, что можно одну и ту же информацию сказать по-разному, так сказать, чтобы информация этой будет принята, а можно сказать так, чтобы информация будет отвергнута, отторгнута вместе с тем, кто сказал эту информацию. Потому что и кроткое наставление на языке ее, то есть это язык говорит наставление с кротостью, так, чтобы эта информация была принята, принята детьми, принята мужем. 30 стих, вывод этого всей главы, миловидность обманчива и красота суетна, нужна боящейся Господа достойна хвалы. Посмотрите, очень важный момент, показывается опять чаша весов, очень часто Бог используется, чтобы донести до нас с вами ударение, на чем Он делает акцент, Господь, Он показывает нам сравнение. Миловидность обманчива и красота суетна, это на одной чаше, но, контраст, жена боящаяся Господа достойна хвалы. То есть, Бог показывает внешне, на чем чаще всего работают люди, над внешними своими качествами, над внешними своими атрибутами, над внешним своим видом. Он говорит, миловидность обманчива, то есть, это может быть обманом для человека, может казаться видимостью одного, но внутри совсем другое. Красота суетна, много сил надо для этого прилагать, чтобы быть красивой, но жена боящаяся Бога достойна хвалы, достойна хвалы от Бога. То есть, боящаяся Бога достойна хвалы. Очень важно еще раз вникнуть в слово боящаяся Господа. Слово боящаяся, это не несет смысл ужаса, какого-то страха, от которого волосы стоят дыбом, но несет смысл глубокого почтения, благоговения с трепетом. То есть, отношение к Господу благоговения с трепетом, это глубокое почтение перед Господом. Нужна боящаяся Господа достойна хвалы. Потому что эта жена, она на самом деле, это ее внутренние качества, это ее внутреннее описание. Она боится Господа, и Бог ее хвалит. Она достойна хвалы от Бога и от людей. Почему это так важно? Да потому что наши жены, матеря, они чаще всего являются в тени, но они несут очень большую роль. Они часто, бывает, направляют мужей, сыновей своих. Своих мужей, сыновей направляют в ту или другую сторону, либо к Богу, либо от Бога. Каким-то сказанным с крутостью советом, либо с каким-то советом, который может человеку увести от Бога. Человек последует этому совету, особенно когда мужчина находится в раздумье, в размышлении. И он может пойти неправильным путем, и от этого его судьба будет искажена, изменена, нарушена, либо будет благословена Богом. Эти люди находятся в тени, но они часто, бывает, направляют руки и ноги мужей и сыновей. Жена, боящаяся Господа, достойная Бога, потому что это ее качество, боясь грешить перед Богом, трепетное благоговинное отношение к Богу, это качество, которое находится в этой женщине, она распространяет вокруг себя, на тех, на кого она влияет, на тех, с кем она соприкасается, на своих детей, на своих сыновей, на своих дочерей. Она распространяет на тех, на кого она имеет влияние. Это очень важно, потому что от этого влияния зависит часто содержимое, внутреннее наполнение детей, которые вырастают во взрослых людей, которые дальше несут служение перед Богом, или ходят перед Богом. Есть очень много примеров того, как жены, матеря влияли. Мы с вами знаем, просто по памяти с вами знаем, несколько имен. Фомарь, Раав, Руфь, Версавия, Мария, Мать Иисуса. Эти все женщины, эти все имена вошли, эти все имена, эти женщины упоминаются в Библии, потому что они бы родили сыновей, которые стали, которые были не залезены в перечень, в рассловие Иисуса Христа. Но давайте с вами просто по памяти вспомним, какие были некоторые из них. Фомарь, Раав, Руфь, это все были язычницы. В прошлом это были язычницы. Но почему они смогли удостоиться такой чести, что они родили сыновей, которые вошли в родословную Иисуса Христа? Почему Бог удостоил их такой чести? Чем они были так знамениты или так отличились, что Бог использовал их для такой роли? Фомарь, они были все язычницы. Фомарь дожила долгое время надеждой, чтобы родить сына, продолжателя рода Иуды. И это ей получилось. Она жила надеждой на Бога. Раав, она была блудницей по своей профессии. Она жила среди языческого народа и занималась самой низкой профессией того времени. Но когда пришли к ней саглядатые, она сказала слова, которые показали сущность ее внутренней наполнения, сущность ее веры. Она сказала такие слова, что все народы боятся. Все народы, которые здесь живут, в нашем городе, в окружении, они боятся вас, евреев, боятся. Потому что мы слышали о Боге вашем, который иссушил море, который провел вас, который дал вам победу, поразил очень сильных других царей. Мы слышали о вас. А потом говорили сама за себя. И я верю, что дайте нам милость, дайте нам милость, что вы нас спасете от этого поражения. Она показала свою веру, что Бог сильен спасти ее семью. Она обратилась к этому Богу за помощью через этих разведчиков, среди этих саглядатаев. И в дальнейшем один из разведчиков, после того, когда все прошло, когда город был разрушен, семья ее выведена и спасена, один из разведчиков взял ее в себе в жены. Один из этих разведчиков, который посещал ее тогда. То есть это Рау показала глубокую веру всемогущего Бога. Хотя до этого она, ее семья поклонялись языческим богам, поклонялись идолам. Этот город был глубоко подвержен, был в демонизме, потому что, в общем, было глубокие корни идолопоклонства. Она показала глубокую веру всемогущего Бога, Бога-еврея. Руфь точно так же привязалась к своей свахе на имени, привязалась и пошла за ней в землю ее народа, пошла к живому всемогущему Богу. В Версавии, казалось бы, блудная жена, она впала в блуд с Давидом, но мы видим с вами, что в последствии Бог простил ее. И сын, который народился, имя было дано ему Идидио во время рождения, это Соломон, написано «возлюбленный Богом». То есть само название этого Идидио расшифровывается, как Бог возлюбил этого сына после такого глубокого грехопадения Версавии. Не описывается ее духовный мир, не описывается в Библии ее хождение перед Богом, но мы видим по тому отношению, как Бог относился к ней в дальнейшем, по тем благословениям, которые Бог ее наделял во всем, мы видим, что Бог благословил ее в обильнейшем мере через ее сыновей, которые Соломона посадил на престол. Мы видим, понимаем с вами, что эта Версавия, написано, она имела очень глубокий контакт с Нафаном Пророком, то есть она имела духовное отношение с духовными личностями, которые находились перед Богом, она имела с ними общение, контакты, ее сыновья, соответственно, имели это общение. И мы понимаем, что она помогала Соломону стать таким, каким он стал, с сыном, с человеком, который был возлюблен Богом, с человеком, которого Бог поставил на царство после царя Давида, который повел Израиля дальше. То есть это люди, которые находились за мужьями, за сыновьями в тени, но они играли большую роль, они с малых лет, с малых лет наставляли их Слову. Они свою веру проявляли через то, что они наставляли своих сыновей Слову Божьему. Есть также отрицательные примеры, мы с вами знаем о них, это примеры, когда жены, тоже находящиеся в тени, они влияли так, что их мужья и сыновья были погублены. Очень яркий пример, это пример Иезавели. Мы с вами знаем историю Ахава. Его жена Иезавели, она была дочерью седонского царя. И когда Ахав женился на ней, она принесла еще к идолопоклонству израильтян, она принесла еще и дала поклонству седонскому божеству Ваалу. И когда я изучал историю Израиля, изучал именно жизнь царя Ахава, я видел, что он царствовал 22 года. И все вот эти 22 года шла ожесточенная борьба за его сердце, за его душу, за сердце Ахава и за сердце всего народа израильска. Потому что от того, кому поклоняется царь, зависит от того, кому поклоняется весь народ. Шла ожесточеннейшая борьба. С одной стороны, представитель Бога, это Илья, пророк. С другой стороны, представитель Сатаны, это Иезавель, его жена. И написано в Библии, что она много наушала его, то есть науша все время говорила, говорила информацию, таким образом направляла его от Бога. Эта борьба все 22 года, с первого года его восстановления, шла за душу царя Ахава. 22 года борьбы, борьбы между Богом и Сатаной за душу этого царя. И дальше мы с вами знаем из истории Библии, что эта борьба, в конце концов, Ахав погиб. Погиб в одном из сражений, и через Иезавель осталась живой, и буквально уже ее сына и саму Иезавель убивают Иеу. Это помазанник Божий на то, чтобы уничтожить весь род Ахав. Весь род Ахав был полностью уничтожен, вырезан, потому что они глубоко погрязли в этих грехах. То есть эта женщина привела к гибели и своего мужа, и своего сына, и весь свой род, и все свое окружение. Потому что она постоянно, хотя видела всемогущую руку Божью, руку всемогущего Бога, она видела ее, она все равно вела народ к гибели. Потому что это было, в ней было заложено поклонение идолам, она все делала для того, чтобы народ поклонялся идолам. Вела народ к гибели и вела к гибели свой род. И Бог вывезли в свой суд, она была уничтожена вместе с сыном и всем своим домом. Также есть прекрасные примеры, давайте с вами прочтем еще одно место, созвучное в книге притч, это 1 Петра, 3 глава. 1 Петра, 3 глава, 1 стиха. Первое послание Петра, 3 глава, 1 стиха. Также и вы, жены, повинутесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житиям жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Смотрите, очень важный момент, Бог говорит еще об одном способе благовестия, я называю это тихое или безмолвное Евангелие, это Евангелие жизнью, Евангелие жен, мужей, которые не покоряются слову. Написано, также и вы, жены, повинутесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житиям жен своих, приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. И еще одно место созвучно уже по памяти, это 1 Коринфянам 7 глава, с 11 стиха, там сказано, что 1 Коринфянам 7 глава, там сказано, что жена неверующая освящается мужем верующим, и муж неверующий освящается женою верующей. То есть, когда в смешанном браке существует, когда жена, скажем, верующая, муж неверующий, то идет процесс освящения, освящения семьи. Как это происходит? То есть, идет процесс освящения. Представьте с вами, когда мы поднимаем в темной комнате светильник. Этот светильник дает пятно какое-то вокруг нас, в темной комнате, мы видим границу света, границу тьмы. Точно так же идет освящение неверующей половины, неверующих членов семьи человеком верующим. Находясь в этом семье, которая является неверующим в Бога, которая Богу не поклоняется, он распространяет на эту семью влияние живого Бога. Влияние живого Бога, и Бог влияет через этого человека на эту семью, влияет максимально. Написано, как увеличить силу этого влияния, чистое и богобоязненное житие, через повиновение мужу. И третий стих дальше рассказывает. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек, не тлены красотей кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Посмотрите, снова Бог дает контраст, снова чаша весов, внешний вид, внешняя красота и красота внутренняя, красота Божья. Кроткий драгоценный дух, это драгоценно написано перед Богом. Бог оценивает эту красоту и называет ее, она драгоценна в глазах моих, внутренняя красота. И дается дальше пятый пример, пятый стих. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь, нет какого страха. Оставление направленное женам, верующим женам. Посмотрите, так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Мы с вами прекрасно понимаем, что нашу веру в Бога, упование не видно окружающему миру, не видно мужьям, не видно женам в смешанных браках. Но каким образом может жена верующая пообрести своего мужа? Она написана, уповая на Бога, украшала себя, повинуясь своим мужьям. То есть украшение для верующей жены – это повиновение Богу, повиновение мужу – это украшение ее, это ее внутренняя драгоценная красота. Украшение для верующей жены – это ее повиновение своему мужу. И это, знаете, вот есть исчислитель, есть знаменатель, да? Так вот, повиновение своему мужу – это знаменатель, это видимая часть невидимого упования ее на Бога. То есть ее повиновение мужу показывает уровень ее веры в Бога, ее упование на Бога. Повиновение мужу – это то, что показывает ее невидимое упование на Бога. Это очень важный момент, потому что мы с вами понимаем, что без этого не будет семьи, если не будет исполнения Божьей заповеди, семья будет искажена, она не будет по замыслу Божьему. Также мы с вами понимаем, что в 1 Кориеве 11 глава 7 стихе написано. Муж есть образе слава Бога, а жена есть слава мужа. Муж есть образе слава Бога, а жена есть слава мужа. Слово «слава» переводится как точная копия, точное отражение. И мужчина должен отражать Бога, а жена – отражать своего мужа. Она – его слава, она – его отражение. Пусть Господь благословит нас понимать, что за каждым мужчиной, драгоценным мужчиной, стоит еще более драгоценная жена, но только если она этого хочет. Если она хочет быть послушным Богу, если она в себе взращивает веру в живого Бога, если она влияет, исполняет Слово Божие, и она влияет на ее окружение, тогда эта жена драгоценная, и она работает над тем, чтобы муж ее был более еще драгоценным. Пусть Господь нас благословит, чтобы это слово мы исполняли. Аминь.